Мне вообще удобнее писать по латыни, потому что это язык моих источников, да, и зачем я это буду переводить даже на русский, чтобы это было кому-то понятно, при любом переводе теряется смысл. Когда ты, собственно, работаешь в серьёзной академической среде, ты разговариваешь только с серьёзными читателями, да, то есть только с теми, кто тоже знает латынь, кто тоже прочёл много книг, кто тоже профессионально занимается, да, тебе просто другой читатель не нужен и не интересен. Безусловно, современный человек одинок, современный человек в значительной, в большей степени одинок, чем даже наши родители, потому что мы выключены из очень многих прочных социальных организмов, которые ещё существовали там пару десятилетий назад. Сейчас эти организмы эфемерны, это большая, малая семья, неважно, да, то есть мы, в общем, предоставлены сами себе, часто не всё в нашей жизни гладко, да, есть какие-то моменты, которые хочется с кем-то обсудить, это психологически понятная ситуация, да, нам необходим какой-то выход, да, мы общественные животные, как говорил Аристотель, и экспансия вовне – это нормальное, это инстинктивное поведение человека. Вот эта вот усталость, да, от заданности жизни, которую я вёл, от её понятности, она меня, видимо, и вытолкнула просто из академической науки. Я долго думал, чем бы мне заняться, и она случайно подвернулась. Мне просто позвонил мой приятель, который работал в глянцевом журнале, и спросил, нет ли у меня там человека, который хорошо говорит по-английски, одновременно неплохо пишет, мне там нужно для такой-то работы. Я предложил себя, он очень удивился. Сейчас он главный редактор журнала «Максим», мы с ним практически одновременно вышли работать в офис, потом наши дороги разошлись, он пошёл в «Максим», я пошёл в «Мэдс Хэлс», и потом я в «Джик Ю», он до сих пор остается в «Максим». Я с 2003 года главный редактор журнала «Джик Ю», и когда я пришёл, собственно, в журнал, я сразу же ввёл некие политические темы, поскольку я считаю, что в мужском журнале нельзя не говорить про политику, политика как футбол и женщины, в общем, основные темы для мужских разговоров. Я постоянно учился, постоянно ошибался. Самым мучительным, наверное, было найти идеальный баланс смешного, интересного, актуального, да, почувствовать вообще свою аудиторию. Первый, наверное, где-то годы два для себя, когда я пришёл в «Джик Ю», я искал читателя, аудиторию. Я помню, что однажды, сидя в каком-то баре в Лондоне, ко мне подошёл Олег Тиньков и сказал, «О, чувак, я тебя знаю, ты делаешь классный журнал». Мне было жутко приятно, потому что Олег Тиньков, конечно, для меня был один из таких собирательных образов читателя. То есть молодой, активный, спортсмен, делал бизнес с нуля. Вот с этого примерно дня я стал увереннее, то есть я понял, что мне надо. Мы с ним проговорили, просто мне было очень интересно узнать его мнение. Для меня была такая очень важная бизнес-встреча в результате. Дальше я просто стал практиковать такие встречи с людьми. Ну, у меня уже среди читателей появилось так много людей, схвативших жар птицу за хвост и так далее, и что, в общем, у меня было несложно. То есть я мог встретить кого-то на тусовке, меня стали узнавать и задать вопрос, да, а вот как ты читаешь, нескучно пишет этот, да, или а вот чё к тебе не хватает, или что я делаю не так. Из этого стала уже потом складываться, складываться картина, ну, такого уверенного, как мне кажется, достаточно монолитного продукта. Люди, которые читают журнал GQ, такие придирчивые снобы. Не всё, что золото для них блестит. Они очень часто голосуют против мейнстрима. И это мне в моих читателях очень нравится. Мне нужно общаться с людьми, в том числе для того, чтобы делать журнал, делать интересно. Я должен понимать, чем они живут, чего они хотят, что они носят, в конце концов. Потому что потом есть, конечно, и бизнес-соображения, да, большинство мероприятий кем-то спонсируются. Эти спонсоры часто такие же, как у журнала. То есть у журнала нет спонсоров, есть рекламодатели. Часто это одни и те же люди. Да, я, соответственно, должен их поддерживать. Да, это часть моей работы. Они платят огромные деньги за рекламу. Журнал, который я возглавляю. Соответственно, из соображений элементарных, там, благодарности, вот, иногда стоит появляться, поздороваться с ними, выпить по стаканчику, обсудить какие-то новости. Это нормальная часть моей жизни. Плюс это, конечно, очень удобный способ, если особенно хорошо организованная тусовка, где собрано много нужных людей. Ты за один вечер успеваешь переговорить, там, с 30 людьми, с которыми встретиться было бы просто нереально даже в течение месяца. И что-то узнал, что-то обсудил, определил график встреч на неделю часто. Я очень люблю тусовки, которые по делу. То есть когда ты реально встречаешь нужных людей. Я максимально по-деловому использую эти мероприятия. Большинство людей, занимающихся вообще какой-либо активной деятельностью, люди малосимпатичные в жизни. Таков закон природы. Те, кто живут тихо и незаметно, у тех все хорошо с совестью и спокойно на душе. Все остальные так или иначе рискуют не понравиться апостолу Петру. Николай Усков пишет не только интересные статьи в журнале, но и современные детективы о фэшн-индустрии. Хорошо зная мировой гламур и светскую Москву, он честно рассказывает о диктате брендов и порочных схемах издательского бизнеса. В серии модной книги главного редактора журнала GQ Николая Ускова вышел пока первый остросюжетный детектив. Зимняя коллекция смерти. Писать статьи мне не всегда удобно, хотя я стараюсь писать в каждый номер по большой статье, но неудобно, потому что все-таки у меня очень много других обязанностей в журнале, и если я буду сидеть над каким-то материалом, то реально пострадают другие сферы более важные, там менеджмент, встречи какие-нибудь, может быть съемки, в которых я участвую, поэтому я не могу писать постоянно в таком ежемесячном журналистском темпе, но писать люблю, и это одно из самых приятных, времяпрепровождений в моей жизни, поэтому я захотел выбрать книжный формат, потому что это позволяет тебе жить вместе с книгой довольно долго, но у тебя нет каких-то четких обязательств сдать, там, я не знаю, в конце недели. Последний детектив сейчас я должен сдать издательству, я писал его почти два года. Меня это очень устраивает, потому что это позволяет мне все время чем-то заниматься, я не люблю безделие. Я люблю детективы, то есть это достаточно увлекательно, когда ты придумываешь эту историю, да, как она будет выглядеть, это такая шахматная задача, и это занимает мозги, одновременно не дает им простаивать. Я считаю, что это идеальное занятие. Мне почти всегда звонят, не потому что что-то прочли в журнале GQ, такое тоже, конечно, случается, а потому что я что-то написал, мне звонит Малахов, мне звонит Эхо Москвы, и мгновенно требует, чтобы я пришел, или Минаев, чтобы я пришел, мы о чем-то поговорили. Такое золотое правило, придуманное издателями американскими, пиши о том, о чем знаешь. Я пишу, естественно, о том, о чем я знаю. Я пишу про... Первый детектив был посвящен фэшн-бизнесу, второй будет большому бизнесу посвящен, третий – кремлевским всяким тайнам. Это вот три сферы, в которых я на самом деле живу. Кремлевских тайн у меня в жизни, конечно, чуть поменьше, но большой бизнес и фэшн-бизнес я знаю очень неплохо. И людей, во всяком случае, которые за этими бизнесами стоят, я получаю кайф от того, что я делюсь каким-то инсайдерским опытом с читателями. Дамы и господа, главному редактору журнала GQ господину Ускову от прожектора Перис Хилтон. Мы служим украшения GQ. Нас четверых, как раков, подают. Любой, кто заплатил, имеет все права. 20-го евро, здравствуйте, мы тут. Бутаны, 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 мы телепамочки, ну кто же виноват? Бутаны, 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 глаза Ускова так заванчиво гонят. Я вижу какую-то новую реальность, она наступает, есть что-то грустное в нашей жизни, но все равно все, слава тебе Господу, меняется. Надо жить сегодняшним днем, конечно, мне скоро 40, и вот эта вот жизненная философия про сегодняшний день, она, конечно, мне уже продемонстрировала некоторые свои изъяны, да. Я по меркам даже некоторых своих читателей в общем особо ничего не накопил в этой жизни. Это плохо. Ты занимаешься тем, что тебе заставляет удовольствие, а не то, что приносит деньги. Ты не делаешь никаких накоплений, ты не думаешь о покупке какой-то дорогостоящей, недвижимости, каких-то инвестициях, да, в завтрашний день. А, этот завтрашний день. Есть, конечно, свои минусы в этом, но я считаю, что себя уже не изменишь в этом смысле, да. Если ты так относишься к реальности, если ты никогда не копил в жизни денег, если ты никогда не делал инвестиции, ты не научишься это делать в сорок, либо, так сказать, я ошибаюсь, и жизнь меня накажет, либо, наоборот, я вытащу свой еще счастливый билет когда-нибудь, и все, моя жизнь будет стабильной, буду я весь в инвестиции. Мне кажется, что это характер, да, вот моя мама всю жизнь, она всю жизнь делала накопления и инвестиции. Ну, она прожила трудную, надеюсь, счастливую жизнь. Я совершенно другой. В целом, мне очень хорошо. Я занимаюсь любимой работой, я пишу книжки, которые читают. Я сын прекрасный, у меня как-то все хорошо. Я сын прекрасный, у меня как-то все хорошо.